запись пошла так еще раз плюсики пожалуйста поставьте саш скажи что-нибудь нас слышно двоих еще раз всем подключившегося отметьтесь задавайте вопросы но я сейчас небольшую ступицину речь расскажу а потом как раз на вопросы будем отвечать все александр слышит я думаю тогда наверное все слышит так все они тоже а смысл такой хотел давно по этому поводу рассказать есть два два момента связаны запуском сегодня будет наверное тогда такая корректироващая корректирующая речь по поводу запуск как мы сейчас немножко скорректировали столкнулся с этой ситуации несколько дней назад потому что с александр как раз мы до этого не знакомы и было очень проблематично решать вопросы с торговыми марками с патентами то есть проверкой сейчас мы говорим исключительно о проверках получается такая ситуация а ну и второе второй момент принципе по ходу пьесы расскажу пишет вопрос китайцы два года голоса плана не предлагает раньше давайте вопрос чуть попозже потому что они у нас уйдут туда глубоко и сейчас я как бы расскажу именно тематику вот хотелось бы именно по продвижению сегодня пообщаться принципе любые вопросы задавайте но основной это будет вот направление продвижения запуска товара первое самое важное очень многие я могу сказать однозначно очень многие ошибаются при старте я не говорю про выбор товара я не говорю я говорила про продвижение имейте ввиду все до одного у вас есть буст на старте вот этим бустом надо воспользоваться максимально эффективно если вы думаете что сейчас я попробую никому там никого консультироваться не буду или так здесь прошу там спрашиваю тут запишу тут видео посмотрю тут на английском смотрю не будет нормальной стратегии когда вы запускаете вас должна быть стратегия должна быть определенная должен определенно быть сценарий по которым вы будете двигаться и вы должны понимать что сценарий не единый для всех у одного он сработал другого не сработает и есть корректировки надо по ходу пьесы корректировать стратегии то есть есть линия основная вот и вокруг нее надо так скажем двигаться то есть имейте все ввиду когда мы запускались например летом кто-то весной кто-то не дай бог год назад денис как по максимуму я не понимаю потом давайте вопросы я говорю сейчас договорю что просто не перебиваться а и получается то есть имейте очень на в любом случае даже если вы ни с кем не консулируете просто если вы найдете консультанта купите курс посмотрите бесплатно в любом случае вы должны заведомо спланировать себе стратегию с огромным количеством людей разговариваю они мне говорят мои ошибки которые я делал год назад то есть вот абсолютно одно и то же они говорят я хочу научиться на своем опыте я там вот это вот это вот это сделаю даже вот с некоторыми может быть не обижайтесь просто периодически заведомо я уже знаю ответы на вопросы потому что я делал абсолютно то же самое вот но в те времена реально было очень мало контент и мало было где ну русскоговорящий по крайней я не англоязычный из-за этого мне сложно найти было качественное можно было много найти но непонятно но все разрознено нет системы я не понимаю какой канал хороший какой плохой кто дает действительно дельную информацию то недельно да мы ориентируемся на платно на бесплатный там тут украли там списали там рассказали и так далее но еще раз говорю имейте стратегию сейчас есть кому я не говорю не рекламирую нас к нам идти на там обучение или что-то любом случае имейте стратегию и то что вы смотрите особенно бесплатные курсы имейте ввиду amazon меняется просто вообще вот просто мгновенно вот сейчас только человеком разговаривал пять минут назад опять новый какой-то сигнал негативно вот опять на него смотреть 5 дней назад жизни разговаривали о том что кейверсерстер теперь не 2000 символов а 150 в строке и вот где эти каком курсе а вы там основная масса смотрит вообще какие-то я не знаю там допотопные полутора годовалые грубо говоря видосы о чем можно то есть имейте ввиду это не голословно это не голословно то что те видосы они устарели это они устарели видосы которые были в декабре а в октябре когда нас купоны ушли вообще вот из-за этого очень аккуратно стартуйте и не понимаете что у вас старт одного листинга одного товара не аккаунт а именно одного товара всего один раз или вам придется делать релиз вывозить на предцентр и заново запускать это денег стоит прилично и это проблема вот второй момент основной то есть это я просто как бы водное рассказал свое потому что уже прям реально устал с людьми это одно и то же говорите одни и те же ошибки что говорит ну как ну что я говорю я вижу одно ты со 100 там 200 километров в час несешься на бетонную стену то есть ты не получишь знаний это не так на амазоне или идут продажи или не идут не будет таких знаний чтобы вот там я не знаю а вот у меня там так я чуть-чуть поменял вот мне такой вот да просто ты вот не зацепился первый там 10 там 12 дней грамотно не все не сделал ошибся с фотографией ошибся с ценой входа неправильные киворды они у тебя там не индексируются вообще-то там я не знаю что-то не так сделал не дай бог и все ты опустился на десятую страницу тянуть продаж и ты сидишь и куришь бамбук и думаешь чем не делать идешь потом в три дорога там платишь опять-то многие приходят запустите там мне там продвижение индусов там ураган предположим ну а ты понимаешь что да я там все знаю запустили а почему я упал через десять дней потому что такой листинг то есть какие-то продаж человек из-за этого очень внимать и очень бережно относитесь к старту каждого товара я говорю про новичков я не говорю там про профи там полупрофи и так далее я говорю просто очень многие люди с этим столкнуться или сталкиваются ну вот не переоценивать свои силы и есть кем посоветоваться реально просто отдельные советы не дадут вам стратеги не дадут план действий и не дадут вовремя какие-то корректировок второй момент связаны как раз вот по нашим патентам и то что торговые марки сейчас на данный момент в нашей группе по обучению мы запускаем там товар ну в цвет так скажем то есть все к те кто обучением занимается там я жени и валентин мы как бы разделили там частично обязанности соответственно запускаем товары сейчас один товар мы уже деньги заплатили и соответственно несколько мы придумали торговую марку то все делаем классическим способом то есть выбрали товар 30 процент предоплаты соответственно сейчас мы чем занимаемся сейчас мы занимаемся фотографиями брендом упаковкой всеми вот этими моментами и я только вчера мы общавшись с саш как раз определился что я забыл проверить торговую марку мы что делаем сейчас естественно бренд регистры делаем мы делаем бренд регистры мы соответственно все вот эти вот моменты чтобы там у нас там фснк то есть этот самый м м н п коды у нас были чтобы мануфактурный код был чтобы мы ее пес коды не покупали я не покупали коды если в европе там и так далее то есть мы все поклассе и потом до меня только доходит я вспоминаю что только что мы сейчас человеку торговую марку пытаемся зарегистрировать у него уже продажи классно пошли и он хочет себя обезопасить то что человек продает отлично у него отличный заработок то есть все хорошо стабильно денег у людей не хватает даже вот и товар дорогой то есть все хорошо суть вот чтобы не сглазить вот и ситуация такая что столкнулись саша расскажи поподробнее какая ситуация вот человек когда он уже он всего этим занимается то есть он уже давно на амазоне но вот этот конкретно бренд который зарегистрировал всего три месяца он понял что классные продажи нас зарегистрировал торговая марка потому что патент намного сложнее как я понимаю саша профессионально расскажи теперь пример этот хорошо вот действительно очень интересная ситуация лично в моей практике она такая сложный скажем так сложный случай по варианту определения конкурентов и так далее то есть человеку человека есть бренд трейдишь назовем его допустим трон да к примеру у него идут хорошие продажи к нему подключаются конкуренты и так далее все то есть все хорошо ему нужно себя обезопасить вот в этот момент он как раз обращается на проверку торгового знака с последующей регистратой я проверяю данный торговый знак и нахожу похожий торговый знак который зарегистрировали немецкая компания очень серьезная даже холдинг которая выходит на вышла на американский рынок скажем так еще год назад у них были проблемы с определением классификации но они решили этот вопрос и в принципе они получили свой торговый знак и вот этот человек о котором мы говорим он бы получил отказ по торговому знаку и то есть это сумасшедший минус для него ему пришлось бы делать ребрендинг всей его партии товаров и так далее со всеми вытекающими вот такая вот ситуация в которую в принципе попадая может попасть любой человек который делает бренд регистры и не проверяется торгового знака они проверяли нет он опытный человек смотри он опытный человек он проверил как мы классически делаем мы заходим на amazon забиваем бренд не нашли мы заходим в google забиваем бренд не нашли мы заходим может быть там в упс то даже он там я не знаю там на душе потом да он туда не нашел до точное соответствие не нашел он зашел еще подстраковал скорее всего еще когда бренд регистры взял комовский этот самый взял домен и посмотрел что на комовском домене никого нет все человек успокоился думает все хорошо я готов там то есть он проверял нельзя сказать вот именно яркая ситуация все бренды торговые знаки проверяются не на точность а на подобие то есть к примеру для примера две-три буквы разница не является существенным есть еще фонетическая проверка то есть может бренд звучать одинаково то есть он пишется через попал или apple и аутрирую конечно но он уже будет отказ вот у человека было точно такое же акватрон и было добудет допустим aqua 3 у него был бы стопроцентный отказ по его бренду под который он уже раскрутил к то под которым у него уже товар которым он уже торгует то есть то есть с всегда нужно проверять перед тем как начинать делать вот этот правил от лэбл и так далее теперь вот концовка интересная данной истории проверили по внутренней базе и немцы поработав год на рынке отменили свой торговый знак то есть ушли просто с рынка низко они забили всю европу и они посчитали что для них это хватает теперь у человека идеальная ситуация казалось бы что до этого была ситуация проигрышная да теперь у него скажем так очень хорошие шансы зарегистрировать свой бренд и дальше работать под своим брендом и так далее ну вот плюс к этому была сделана проверка еще по патентам так как я говорил что его конкурент был из германии очень серьезный холдинг у них 30 патентов ну вот так вот то есть всегда нужно проверять ну в любом случае если мы не говорим там о товарах кто там вкладывать например две тысячи долларов в товар там и готов там рискнуть поучиться и так далее мы говорим именно про те товары кто действительно серьезный денег вкладывает имейте ввиду что это будет намного затратнее все остальное на начальном этапе это стоит проверка для нашей группы там 90 долларов конкретно по торговой марки по патенту 90 долларов все вместе если и то и то то 150 долларов но это еще говорит просто от темы отошел можете проверять в любом другом месте я просто когда этого не было я не знал как это сделать в принципе кому вообще обратиться вполне возможно что есть такие же сервисы и лучше и дешевле так что и это просто надо иметь в виду вот тут момент еще связано с чем и мы как раз подискутируем по этому поводу потому что как правило вот лично мне интересно и не интересно взять один товар ну просто не знаю не интересно мания гигантизма или там я не знаю чего-то еще но в любом случае хотелось бы запустить именно как минимум серию товаров определенной тематике ну принц который мы стремимся и один уже оплатили два час переговора ведем скоро еще два то есть у нас уже три будет и так далее мы придумали бренд но но сейчас когда я задумался что его надо проверять я подумал а какой смысл мне называет бренд прямым название моего товара по большому счету там топ название моего товара вот потому что другой мой товар будет да он похож из этой серии но он будет ну по другому то есть он никак не подойдет там зеленые валенки грубо говоря нельзя назвать там ну не знаю рукавички например то есть все равно одежда все равно вроде за это там но не получается его часто как раз такой вопрос задался схема связаны с тем что хочу зарегистрировать бренд регистре и проверить торговую марку на общий какой-то бренд а это у меня будут модели то есть конкретно эта модель эта модель эта модель и они будут привязаны и вот мне интересно вот такой вот вопрос что мне регистрирует как мне безопасен то есть у меня получится нас название там найк на этом товаре будет аирмакс на другом там blazer и на третьем там аирмакс 90 там я не знаю или еще какой-то название как это саша сделать правильно человек который хочет запускать товар а именно линейку что ему проверять смотрите во первых всегда есть принцип который я всегда должны знать никогда нельзя назвать товар если вы продаете масло масляными или что-то в этом роде что-то похож то есть во первых автоматический отказ по регистрации во вторых нужно искать как название что-либо напоминающее либо динериковское название динерик это общее какое-то общее объединяющее название то есть у вас есть три товара вы думаете о том что вы будете хорошо вы запускаете с одним товаром но в будущем вы же по-любому будете торговать тремя четырьмя питью товарами и приблизительно они все будут в одной группе и зрения регистрации они обычно попадают в один класс вот эту вот группа она нужно подбирать название которое объединило эту группу как концепт как что-то наводящее что-то напоминающее не прямое ни в коем случае это не должно быть прямого вообще считается высшим пилотажем подобрать какое-то синтетическое фантастическое слово которое бы напоминало об данной группе товаров так прикольно вот это вот основной принцип выбора торгового знака а как с моделями делается я так понимаю у найка того же найка зарегистрированные думаю модели тоже зарегистрированы название то есть как а для нас убогих то есть мы делаем одно отдельно а потом все остальное привязываем просто и на товаре пишем и то и то например правильно нет под одним брендом вы торгуете разными товарами и этот бренд запоминается у потребителя который является отличительной чертой вашей группы товаров и качеством короче все равно надо едины не надо никаких моделей и все вот это вот зависит зависит я говорю какой-то такой простой случай ну хорошо я понял завтра тогда созвонимся я как раз Валентину возьмем и Жень пообщаемся просто они выбрали мы как бы вот это вот название ну я говорю а если вот у нас следующий пойдут товары а мы придумали название именно узкоспециализированное то есть ну это как бы там мне кажется чуть неправильно ну ладно не будем об этом вот к чему я все это вел то есть при запуске товара перед бренд регистри по поводу вот сейчас вопрос я вижу по поводу того что как товары одна три штуки с бренд регистрии это не вопрос то есть это элементарные вещи и на самом деле они делают по одной по две штуки они делают без проблем вот с вашим нанесением логотипа во первых во вторых есть мастера которые рисуют даже без наличия товара без всего и торговую марку могут нарисовать в фотошопе что индусы не определяют вот так что бренд регистри это элементарные вещи которые там просто надо специалисту отдать или быть самому более-менее специалисту как это сделать вот на самом деле как я себе вижу именно товар себе заказывать сначала или посредников или себе после переговоров товар без логотипа определяться с качеством потом определяться с фабрикой уже по факту товара получение товара или опять же на расстоянии многие его даже не принимают к себе там на месте посреднику если ты доверяешь если нормальный адекватный и плюс он тебе естественно видео качественный фотоотчет делает ты сам определяешь на расстоянии что да как вот потом ты значит этому производителю по китай кстати доставка копеечная просто копеечная а образцы нормальный производитель должен давать или бесплатно или по себе стоимость ну примерно вот и когда ты с производителем уже определился ты просто заказываешь товар с нанесенным приват лейблом своим вот то есть там нашивка это гравировка это только не наклейка наклейка не катит то действительно качественное нанесение торговой марки и после этого по-хорошему ты отправляешь своему фотографу но если он рядом с тобой то естественно отправляешь себе смотришь и отвозишь потом фотограф а если он находится давай вот еще при выборе торгового знака хорошо выбираете слово обязательно выбрать какой-то логотип нарисовать его желательно самому лично не в каких-то программах которые подбирают знаете вот есть программки которые подбирают вам логотип ну логастр например логастр например есть такие ну вот что самое стандартное основной принцип логотипа если вы его делаете вот у вас есть готовый логотип в хроме есть такая функция проверить найти картинку если вы нашли подобную картинку вы заплатили то есть вы деньги за производство логотипа заплатили на шаг то есть вам сделали его некачественным понятно вот это вот можете самый простой способ проверить логотип ну вот именно когда вы его заказываете ну вот то есть вот в этом отношении я говорю много всяких моментов пожалуйста вопросы не пишите сейчас они просто пропадут чуть чуть попозже сейчас добьем вот и соответственно когда мы определяемся с товаром у нас есть вот это вот проверка торгового знака и проверка патента только после этого после этого ну патент понятно патент для чего надо проверять что вообще смысл есть связан с этим товаром а торговая марка когда мы уже с товаром определяемся что да товар да это он мой товар вот и соответственно уже планируем по патенту вот как Александр сказал все вот эти микро моменты потому что на данный момент я не знаю для чего бренд регистри по большому счету нужен ну он не принципиально для меня лично вот то есть там такие преимущества только кроме mmp кодов быстрого изменения листинга и дополнительного дискрипшена больше ничего нет такого что явного вот так что имейте в виду это очень важно вот я думаю по поводу там продвижения всего остального следующий вид это самое сделаю вот сейчас как бы вот именно запуск рассказал на что внимание обратить очень важно пошли вопросы на комментарии еще один по патентам результатом поиска патента является список патентов ну в самом хорошем случае если не находится ничего то алло да-да я слышу по-моему лайф сорвался сейчас посмотрим или у меня то результатом поиска патентов является скажем так все подобные патенты а может быть список патентов которые есть в данной области это идеальный это идеальный случай когда ничего не закрыто и вы можете спокойно торговать но как результат вы получите список патентов в котором в каждом из этих патентов есть какие-то ключевые слова есть допустим какие-то свои нюансы новизна которые вы можете заказать у китайцев или подумать о поиске нового товара более крутого более продвинутого более нового потому что патенты это всего лишь идея а реального товара произведенного по ним часто не бывает алло все ясно давай вот теперь такие вот расширенные вопросы попытаемся уловить суть потому что очень сложно на такие вопросы отвечать есть зарегистрированный бренд в США они китайцы но товар не запатентован в США они вообще не брендируют товар или очень мало как может быть или очень мало не знаю у них большой ассортимент просто продают свои товары под своим лисингом не кастомизируют товар даже фото не делая но они раскручивают лисинг и прочее и продажи у них идут неплохо хотим вывести в продажу товар другого цвета товар доработан скажем с охлаждением товар уже изготовлен у знакомого китайца цвет товара полностью отличается добавленным скажем охлаждающий эффект к товару у владельца лисинга где товар уже продается кастомизации нет у завода в Китае товар запатентован хотим завести пробной партии но так как один завод упаковка одинаковая понятно что упаковку переделывать могут быть проблемы с брендом который уже в США зареган товары будут продаваться под свою марку другого цвета и охлаждение охлаждение это что? ну это такой я думаю или пример не знаю когда мне про охлаждение говорят мне все время ковры для собак по охлаждению в голову но если это да 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 это не совсем точно описано насколько если это какое-то техническое какое-то устройство то если смысл если фраза охлаждения обладает каким-то своим новым свойством то есть товар отличается от стандарта тогда да под другим брендом то есть сделать ребрендинг если товар действительно является каким-то устройством допустим это охлаждение является каким-то свойством допустим в этом устройстве оно дает что-то новое то есть ваш ваш этот продукт чем-то нов то есть здесь больше идет речь по патентной частоте тогда да можно завозить и то также насколько я знаю Amazon не сильно скажем так входит в юридические тонкости то есть нужно быть нужно сделать эту проверку и реально посмотреть действительно ли это что-то новое и действительно ли оно будет отличаться тут короче смысл какой простым языком вот человек объясняет охлаждение это техническое совершенство товара улучшение его то есть в принципе понятно я так понимаю это глубина изменений просто если это чисто марафет такой элементарный то не катится но это больше относится к патентам а не к торговой марке как я понимаю вот объясни мне тогда более думаю всем будет понятно вопрос такой если мы берем абсолютно такой же товар на нем вот есть зарегистрированный патент предположим и мы берем например знаешь какой товар какой-нибудь там коврик в палатке вот ночует там например вот они там надувные такие вот такие ковры такие кладут и вот например я один в один вот там сотами помню есть там всякие такие один в один цвет взял на нем написано крутой бренд американский даже не важно зарегистрированный я привожу такой же в точности продукт ну по другим брендам я же могу торговать хорошо смотри здесь нужно это разделить по этапам если товар допустим точно такой же абсолютно даже цвет такой не запатентованный один в один я понял но не запатентованный да да вы просто меняете бренд и работаете продаете но здесь есть нюансы если бренд серьезный то они запатентуют через какое-то время дизайн или он у них уже в процессе потому что есть такая тематика что вот патентуют допустим в Китае а через полгода он всплывает в США и мы делали поиск допустим три месяца назад а всплыл он только сейчас и поиск действительно на тот момент когда делали именно вот проверку то есть получается что в принципе когда вы делаете то есть торгуете тем же самым товаром под другим брендом вы рискуете каждый раз в будущем что они что они его запатентуют правильно если сделать сначала поиск и периодически его проверять по этому же критерию то есть каждые там две недели три недели чтобы быть уверенным что он не всплыл и как только он всплывает а как это проверять это денег не напасешь одно дело один раз проверить понятно а другое дело человек не может себе позволить раз в месяц тратить деньги на смотрите вы делаете изначальный поиск изучаете ключи проверки ключи поиска и по этим ключам вы уже просто их каждый раз забиваете и все тогда значит я делаю уточнение значит такая история что было всем понятно Алекс напиши потом устроил тебе такой ответ или нет общий обобщенный а если товары мы одинаковыми товарами торгуем на Амазоне они абсолютно одинаковые и на них разница только торговая марка у человека у вашего конкурента она торговая марка зарегистрирована то есть там ТМ на ней там или Эрка уже стоит то есть мы все равно можем торговать пускай даже цвет одинаковый абсолютно все то же самое но имейте ввиду какие здесь риски то что эти люди если они реально крутые у них классные продажи они обязательно стараются обезопасить но с другой стороны если этот товар больше года уже торгуют так понимаю патент получить нельзя кстати есть такой момент есть есть нюанс вообще новизны товар для патента должна быть допустим есть патент на дизайн для него должна быть новая форма есть патент как изобретение для него должно быть сколько считается новой формы сколько считается новой формы один день не понял сколько времени новой формы считается месяц он торгует на амазоне или вообще если как они замеряют вот с того как он начал торговать его новизна длится год если он за этот год не запатентовал новизна пропала все ясно дальше двигаемся все тут понятно думаю второй момент то есть есть риск что они его запатентуют но если они этим товаром торгуют больше года можно на это забить и торговать даже одним и тем же цветом но если у вас алекс ситуация такая что вы еще и изменили его и у вас глубокая доработка правильно саж тогда беспокоиться вообще бессмысленно если они только не запатентуют вашу доработку они же так же могут на том же заводе заказать а у меня вот у тех ребят понравилось улучшение давайте вот тоже улучшим тоже такой же хотим теперь товар иметь вот я в принципе думаю достаточно то есть смысл такой если глубокая доработка да есть конечно в каждой специфической ситуации нюансы так все думаю дальше пойдем вроде все разжевали здесь вопрос по торговой марке первое на какой стадии при торговле через приват лейбл регистрировать торговую марку на упста вместе с бренд регистры на amazon или набрать обороты потом самому регистрировать торговую марку или через посредника я смотрел сайт вроде ничего сложного но наверняка есть подводные камни или может быть есть смысл оплатить услуги юристов но это я уже читал прошлый раз давай еще раз на какой стадии при торговле через приват лейбл я могу на это сам ответить на вариантов масса естественно возвращаемся начальный этап когда вы когда мы запускаемся мы хотим запустить мы хотим купить товар и очень дешево купить товар и очень дешево его довести до Амазона. Желательно, чтобы Эфи и Амазоны было бесплатно, как некоторые советовали, чтобы Эфи не делать, делать там всякие перетурбации, связанные с отбраковкой и так далее. Но смысл такой. Вот. Соответственно, чтобы выбрать товар очень дешевый, может быть, будет такая ситуация, что вам действительно дадут разное качество. То есть, надо тоже здесь не перекручивать. Доставка? Ну, доставка бывает долгая, бывает быстрая, бывает другого, наверное. Ну, ну, и лишь бы доставили. То есть, если вы хотите быстро, то вам будет дорого. Если хотите медленно, то будет дешевле. У того же одного, у того же самого форварда, то есть положено. Вот. По поводу приват, по поводу приват-лейбла, я могу тоже самое сказать. А зачем клеить приват-лейбл? Можно и без него, на самом деле, стартовать и огромное количество без него стартует. Огромные удачных стартов и потом они уже наносят приват-лейбл. Бренд-регистри. Можно вообще его не износить. У меня, например, и не было его. Вот. Я уже говорю, от бренд-трегистов толком никакого практически нет. Есть небольшие преимущества через длинный период времени. Вот. Торговую марку то же самое. Мы сейчас говорим о другом чуть-чуть. Вы чуть-чуть, наверное, недопоняли. Смысл проверки торговой марки, если вы уже приват-лейбл назвались, вот, вам потом надо будет ребрендинг делать. Вот. Из-за того, что вы просто-напросто приват-лейбл, ну, такой уже существует бренд, например, или похожий, как Саша объясняет. Второй момент. Когда вы бренд-регистри не сделали и назвали приват-лейбл свой, ну, какую-то там марку какую-то, фирму там, я не знаю, какую там назвались. Есть еще момент такой, что, например, домен надо купить заранее, потому что, когда вы чукните, может быть, захотите сайт сделать на фирме на нормальном домене, начнете дергаться, увидите, что он пять тысяч долларов стоит. У меня куча народу придумали марку, а потом начали домен искать. И получилось, что они домен там какой-то орг или какой-то дрянь там нашли. Хотя, можно было на одну букву там изменить и все, и получить комовский домен нормально. Хотя некоторые на доменах экономят, на самом деле. То есть делают, ну, вообще там, я не знаю, именно бренд-регистри на сайтах, на доменах, на, ну, самые-самые-самые дешевые, так скажем. Вот. Так что вам выбирать, естественно. Но мы сейчас говорим, приват, то есть торговую марку мы проверяем для того, чтобы в будущем у нас была перспектива роста. Гипотетическое. Если мы не проверяем, мы идем ва-бан, как обычно. То же самое, что по патенту. Абсолютно можно, естественно, мы вот, я не знаю, я год это на Амазоне, и вот только неделю назад я проверил, наконец-то смог проверить товар, потому что мы товар в группе нашей по обучению запускаем. Там конкурент всего, два всего конкурента. Причем один торгует достаточно приличное время, и у него несколько вариаций, наборов, так скажем. А второй у него конкурент, там, вообще непонятно, где он болтается, там, на рекламе только его видно, и все. То есть такой немаленький звонок о том, что, извините, ребята, посмотрите патент. Мы проверили, торговую марку, ребята, реально регистрируйте, но до патента у них даже намека нет. Вот, соответственно, почему мы не влезем в такую маленькую конкурентную нишу. Вот, ну, в принципе, все. Соответственно, патент и торговую марку мы проверяем именно для этого. Можно добавить? Давай, конечно. Это я выражу сухое мнение с точки зрения вот такой именно, юридической. Хорошо. С моей точки зрения нужно проверять изначально. То есть вот когда вы выбираете, допустим, один товар и уже приблизительно думаете, что дальше вы пойдете еще два-три товара. И они в большинстве своем в одной какой-то категории. Технари выбирают техническое, кто-то другое, текстильщики выбирают что-то текстильное и так далее. Вот под эту тематику нужно сразу проверять бренд. Может быть, патент, скорее всего, нет смысла. Но вот бренд хотя бы выбирать в этом плане и проверять его. И дальше уже от него сталкиваться, регистрировать тот же, если есть смысл, конечно, private label. Самое главное, насколько это на рынке важно, чтобы вас запомнили ваш вот этот вот логотип, label на вашем товаре. То есть то, что мы продвигаем товар, окей, он сегодня есть, завтра его нет. Вас должны запомнить по качеству предоставляемых услуг, чтобы вы отличались. Тот же самый Амазон, он же поднимает вам рейтинг за счет качества предоставляемого товара. Вас запомнят по вашему торговому знаку, по логотипу. Может быть, вы не сразу зарегистрируете, но изначально нужно об этом думать. Ну, ты... Или хотя есть огромный минус к тому, что вы увидите логотип, торговый знак, да, а он уже зарегистрирован. Вы влаживаете деньги в рекламу, в торговлю и все такое, и в один прекрасный момент вас блокируют и весь ваш товар. Есть момент. Из-за этого ты рассуждаешь как юрист, а мы рассуждаем как торгаши, а для торгаша важно вложенные средства и выхлопцы этого. Вот, и мы из-за этого ищем баланс. Если бы мы здесь все вкладывали чужие деньги, а менеджерами сидели и думали там, как бы нам красивее выглядеть, то да. А так как здесь вкладывают некоторые люди реально последние, у меня ни один человек такой был. Вот. Что это самое, то есть, получается такая история, что в любом надо экономить. По поводу проверки патента. Огромное количество знали людей, которые вперлись на это. Ну, просто огромное количество. Десятки. Вот. А, соответственно, патент проверяйте тогда, когда есть костные факторы, которые нам кричат просто в лицо, что есть риск. Вот в этом случае надо проверять однозначно. Когда все вроде стабильно и хорошо, или товар там торгуют люди годами, и это все стабильно, ну, видно, зачем, естественно, деньги выбрасывать. По патенту это вопрос ваших амбиций. Если вы пришли на Амазон просто перепродавать какой-нибудь там, как мне рассказывали, таймер, и человек тысячу долларов в месяц зарабатывает, все устраивает, он ни вверх не идет, ни вниз не идет. То есть, ну, и тут у меня продажа, он зацепился, очень рад, отбил свое обучение, отбил должные деньги, и на эти деньги тупо живет. Для меня лично бизнес или растет или падает, но бывает исключение, видимо, из правила, которые я не знаю или не понимаю. Вот и все. Вот, из-за этого как раз вот вам позиция человека, который именно занимается регистрацией вот этой именно юридической точки зрения, и вот позиция обычного продавца, который именно там старается каждую копейку считать. Так, двигаемся дальше. Навизна патента, но дизайн тоже до одного года. Это вопрос. Правильно? Навизна патента, то есть, если товаром торгуют, я так понимаю. Здесь имеется в виду, смотрите, один год нужно запомнить, что это тот человек, который его же изобрел или давал, сделал. Вот только его, это один год, не ваш. То есть, вот я сделал, я в течение года должен успеть подать объявку. Если не успел, навизна пропадает. Отдыхай. А какой там еще патент есть? Да, другой дом больше уже не подаст. А другой патент какой-нибудь есть там, помимо внешнего? Там же есть еще технические какие-то, наверное, изобретения там и так далее, материалы, может быть? Патентное изобретение вообще просто-напросто проверяется на навизну. Понятно. То есть, он должен быть абсолютно новым. Может быть, и 30 лет назад где-то, если кто-то его опубликовал, просто написал в какой-то книге, в какой-то научной статье, то проверка на новизну, скорее всего, даст отказ. Все понятно. Это мы говорим о патенте наизобретении. Так, двигаемся дальше. А те, кто стартует с Китая, водить без названия своего товара, без приватлайба, они прикрепляются к существу или свои создают. Ну, естественно, все по-разному, огромное количество делают делают, естественно, на собственных листингах. А о том, что прикрепляется к кому-то, это уже онлайн-арбитраж, вот, как я понимаю. Из-за этого это другая история. Мы сейчас конкретно говорим про приват, соответственно, да, не проблема торговать обычным товаром без наших наклеек. Потому что, на самом деле, это реальный такой фуфел. Многие, например, берут небольшие партии, кто-то большие партии. Но товары же тоже разные. Есть расчески, вилки или ножи, а есть какие-нибудь провода для компьютеров, какие-нибудь технические вещи, и они особо и не брендируют. То есть, все по-разному. Если ты прикрепляешься к чужому листингу, это онлайн-арбитраж. Если ты делаешь собственный листинг, его продвигаешь, это уже, так скажем, тактика приватлайбла. Можете и в BA, можете и в BM, не столь важно. Но смысл такой, что, да, можно торговать без надписи на упаковке, огромное количество этим торгует. Ну, сами зайдите и посмотрите. Даже в топовых товарах встречаются такие вещи. Если китайцы сделали патент на продукт в Китае, а я делаю патент на их продукт в США, я смогу это сделать? Как тогда китайцы смог продавать его в США? Никак. Потому что патент разных странах по-разному. В Европе вы не сможете, например, торговать, если кто-то его в свою очередь запатентует. Правильно, Саша? Есть нюанс. Смотря какой патент. Если патент на дизайн, который не зарегистрирован в США, то ты правильно скажешь. А если патент на изобретение, то, скорее всего, ты его просто-напросто не получишь. А если получишь, то китайцы смогут его аннулировать. Когда они знают об этом? Если будет ошибка экспертизы. А если в Китае кто-то его произведет мимо этих товарищей? Это невозможно, да? В Китае тогда накажут его. То есть тебе надо будет в Мозамбике какого-нибудь его произвести, этот товар, и ввести их в Америку и патентовать. В Китае его прекрасно произведут в каком-то полуподпольном цехе. И здесь уже идет принцип отслеживать данный товар. Отслеживанием товара занимаются какие-то серьезные фирмы. Если товар мизерный, то его никто отслеживать не будет. Понятно. Ну то есть без проблем можно, что я в принципе и сказал. Потому что патенты действительно на разные страны. То есть если мы сейчас будем торговую марку и патент регистрировать в Америке, в Европе нам надо будет это сделать заново. Как с первым примером, когда люди в Европе этот патент пользуются. А как они его отозвали? Зачем им надо было торговую марку отзывать? То есть деньги платить надо ежегодно, что ли? То есть смысл был? Если они уже зарегистрировали? Они, видимо, они проработали в районе года с чем-то. У них очень серьезная, скажем, эта техническая деталь. Какой-то картридж. Чтобы было понятно. Картридж технический такой вот высокотехнологичный. Ну средне-технологичный, назовем это так. И они, видимо, сделали анализ рынка, посмотрели, какие у них продажи за год-полтора. И поняли, что им в принципе незачем работать на этом рынке, потому что этот же Амазон убивает их непродажи. Ну я понял. А как они его отозвали-то? Они продают свой товар по 100, 150, по 200, по 300 долларов. А здесь на Амазоне какой-то простой парень. Нет, я не об этом. Я понял, я не об этом. Я спрашиваю о том, что торговая марка-то что с ним? Зачем ей было отзывать? Ну она есть в Америке, болтается там где-то в списке. Или за нее надо абонентскую плату платить? Дело в том, что потом они просто разбирают и так далее. И есть такое, что если она не нужна, они просто ее вызывают. Я понял. Знаешь, какие такие моменты, которые я не понимаю. Ладно, идем дальше. Виктор задает вопрос. Бренд регистры, первый. Первый. Прокатит ли, если сделать бесплатный сайт за доменом? Бренд name wordpress.com. Я не знаю, у меня в WordPress есть сайт. Я просто не помню, что там WordPress предоставляет домены. Я просто не помню. У меня просто обычное название сайта и все. У меня не комовское, у меня ру. И насколько я помню, раньше, например, тот же Wix, когда вы берете бесплатный, это как бы не очень красиво. Но я еще раз говорю, постоянно все меняется. У меня товарищ, когда регистрировал где-то в октябре месяце или в сентябре, его даже заставили помимо кнопки Amazon купить, на сайте привязать, еще привязал еще Paypal кнопку. То есть, заморочился до такого. А сейчас я слышу, там, дедушки с бабушками регистрируют на бренд регистры все, кому не ли. То есть, там, раньше обязательно была почта фирмы, например. То есть, нам название, точка, там, ком, грубо говоря. А сейчас можно без проблем зарегистрировать обычный Gmail с тупом почту. Раньше мы думали, как же деньги не тратить, там, через Yahoo это делаю. А сейчас ничего не надо. То есть, просто есть определенные правила, делайте торговую, ну, делайте, там, я не знаю, ну, как говорят, я не делал так, но, говорят, самый простой вариант это купить нормальный домен. Если вы хотите на перспективу, там, с Amazon связать свою жизнь, там, хотя бы на несколько лет, домен можно себе позволить. Ну, не Комовский, возьмите, там, Юсовский, возьмите какой-нибудь другой. Ну, желательно, с названием вашего бренда. Это основное. Это если Ru, там, Su, там, и так далее. Вот, это первое. Второе. Купите его, потому что он в будущем когда-нибудь, может, вам пригодится. Тем более, если он красивый, если он интересный. Как номер телефона, я не понимаю, как у нас до сих пор на машину номера модные вешают. Но я понимаю, когда буквы, но когда цифры вот эти вот и бешеный денег за это, я не могу понять. Также здесь. Купите этот домен, пускай он в запасе будет. Вот, и все. Придумали название, зарегистрировали и двигайтесь дальше. Так, как сделать, чтобы у меня был уже FSNKU номер для того, как делать бренд-регистры? Зачем вам FSNKU? Обязательно вы на упаковку хотите нанести этот? Ну, без FSNKU зарегистрируйте фотографии. Там все базово. Чтобы FSNKU получить, вам надо сделать сначала лейсинг, потом шипмент. И вы получите коды FSNKU. Вот и все. А то, что если разговор идет об MNP-кодах, чтобы у нас, грубо говоря, до того, как без FS-овских кодов, чтобы это сделать, я скину потом. Напомните мне, я просто этот, как его звать, скину, скину, скину этот, как он называется, скрин, как там все это регистрируется и делается бренд-регистр. Просто бренд-регистры не нужны в FSNKU. Все делают FSNKU, чтобы сделать MNP-коды. Для этого не нужны в FSNKU-коды. Нужна ваша почта, телефон, все реквизиты, которые вы занесли при регистрации на сайте. Вы нужны фотографии товара с правильно нанесенными логотипами и всеми остальными вещами. Так, вроде все ответил. У меня вопрос ушел. Так что, если что, допишите сверху. А патент текстильного товара? Что, а патент текстильного товара? Есть патенты текстильного товара? Нет, не было такого. Вообще непонятно сам принцип. А мы помнишь в прошлый раз, а я вот это, она показывала там всякие рисунки, там не повторяйте рисунки, не повторяйте это, не повторяйте то. Я имею в виду патент на дизайн, может быть форма. Допустим, бывают формы куртки. Давайте проведем сразу такую разницу, чтобы все поняли, патент на дизайн и патент на изобретение. Обычные очки с полярцией. Форма очков – это патент на дизайн. Это форма. Сама патент на изобретение. То есть, то, о чем мы сейчас говорим, патент на текстиль какой-то, да? Это может быть даже кроссовки, необязательно текстиль. Форма кроссовок с какими-то застежками, форма куртки с каким-то капюшоном. Куча всего, что может быть. Понятно. Но это довольно-таки дорогостоящая услуга и в поиске она очень сложна. То есть, сами знаете, что куча этих курток и так далее. Не стоит на это как бы. Кстати, кстати, забыл, нам вопрос описали по поводу, стоит ли нанимать юриста или можно делать самому. То есть, патент, проверка торговой марки. То есть, насколько это сложно вообще? Нужны ли какие-то лицензии, там, всякие вот эти вот вещи? Что касается патента на изобретение, стоит. И причем не нанимать одного юриста, а лучше двух, трех, четырех. Что касается патента на дизайн, тоже советую. Самое главное сделать качественный поиск и определиться с этим. Что касается торгового знака, хотя бы сделайте предварительный поиск дальше. Потому что обычно большинство людей, как проверяют, просто забивают свое название один в один. И считают, что раз его нету, значит, все хорошо. Они даже не проверяют его на класс. То есть, торговые знаки еще подразделяются на класс. Вообще, торговый знак не проверяется просто на точное название. Там может быть другое произношение. Есть яркий пример. Торговый знак «Вольф». То есть, по-английски это «Волк». И «Лупу». По-итальянски это тоже «Волк». Так вот, скорее всего, для одного и того же товара «Лупу» будет отказан, если он позже. Вот такой вот пример. То есть, проверить нужно обязательно. А дальше, как вы будете регистрировать сами? Или через адвокатскую контору? Или просто через специалиста, патентного поверенного? Ваш выбор? Чем адвокатская контора? Огромный день. То есть, просто поиск стоит 600 долларов. В самом ЮСПТО можно заказать поиск. Тоже 600 долларов. Так, следующий вопрос. Оформление точно так же. Короче, осталось нам бабла только накопить на все вот эти вот затраты лишние. Тут хотел только товар купить и перепродать его, а тут надо этим заплатить, тому заплатить. Как всегда. Но, я честно говорю, вопрос горизонта инвестиций. То есть, что вы идете, куда вы идете. Надо это понимать. Из-за этого мы как бы по этому поводу общаемся. Не призываем вас делать так или иначе. Это даем информацию для размышления. Александр, как я знаю, в США патент действует в принципе, кто раньше подал заявку на патент, тот и будет правообладателем в случае регистрации. Или это не так? Не так. На торговый знак, да. На патент все равно всегда проверяется новизну. Если новое, то прошло. Что касается, кто первым подал... Ну, преимущество у него есть в любом случае. Нет, в США все-таки подает. Об этом, кстати, вот юристы и патентные фирмы не очень-то любят распространяться. В США есть очень интересный такой признак, критерий. Что патент должен подать изобретатель. Передать лицензию он может фирме. Но подать обязан изобретатель. И если подал кто-то другой, это считается кражей. И они аннулируют этот патент. Прикольно. Вот такие вот вещи, оказывается. Это их нюансы. С торговыми знаками тоже есть нюанс. Именно американцы. Товары могут быть разные. Допустим, майка и шорты. Но если они считают, что данный товар встретится на полке одного магазина, будет отказ по торговому знаку. Ничего себе. Прикольно. Ну, понятно. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Вот Саша пишет как раз про... Все в Китае так и производят. То есть там зарегистрировано. Ну, в любом случае, кто зарегистрировал патент в Китае, как и во всем мире, здесь вопрос, кто как это контролирует, какая компания и все остальное. Например, те же айфоны в Китае особо не найдешь. Какой бы Китай великий не был, то есть как-то контролируют. Но патент всегда обладает территориальным правом. Если он зарегистрировал его в Китае, то действует только в Китае. Ну да. Не, ну тут он и пишет, что типа... Тоже сам Apple регистрирует. Нет, это понятно. Допустим, в Китае тишо. Нет, смотри, он так и пишет, что все подделывают, то есть китайские, даже он зарегистрирован патент в Китае, а все равно охреначи-то их в подвалах и без проблем. Вот Саша пишет. А ему можно доверять. Так, ладно, двигаемся дальше. А если... Так, значит, да. А если я нашел лисин, который очень хорошо продается, и я знаю, что в Китае есть... А, его производят или же мне в Китае сделать такой же товар, то можно же продавать его. И чинить интеллектуальные права же не будут нарушены. Что-то не понял я. Вообще хорошо. Ты видишь этот вопрос? Да, может быть, человек думает о том, что он продает без бренда, и его... Никто не закупит. Скорее всего, его зацепят по патенту на дизайн. Не, ну если он есть. Полно товаров, которых с патентом, например, нет. Вообще. Например, вот этот новизной год прошел, там и нет. Ну вот, например, я недавно занимался как раз ресерчем, чтобы в группе выбрать товары, которые мы будем направлять, двигаться. И отталкиваясь от того товара, который мы выберем, мы бы делали линейку. Я предоставил три товара, предложил, мы выбрали один из трех по объективным причинам. Один из них, который мы отсеяли, был FidgetCube. Ну, как удобно его называть, не знаю. Вот. Смысл такой, что... А как раз Саша его проверил, и оказалось, ситуация с FidgetCube, он является, так скажем. Ну, короче, он родился у нас в этом Kickstarter. Я не знаю, как работает Kickstarter, какие там нюансы, мне про это сказали. Я как бы, естественно, зайдя сейчас на Amazon, вы увидите там, я не знаю, там 400 страниц, забитых вдрызг этим FidgetCube. Все торгуют, вся Либаба там трещит, продажи по 100 штук в день и так далее. Цена за Prime там по 15 баксов, за не Prime от доллара. Хотя закупочные этих кьюбов я, когда переговоры вел, полтора доллара, два с половиной доллара, три с половиной доллара. Ну, то есть, примерно там разные диапазоны, разные размеры есть. Ну, вот, про виды я не говорю, даже вот просто именно стандартные. Оказывается, я это не знал, может, кто-то тоже не знает, то, что Kickstarter запускает товары без каких-либо патентов, чего-либо. Они, соответственно, придумали это, они запустили, нашли спонсора, произвели и смотрят, как будет продаваться, классно или плохо. Не знаю, через Amazon у них главный канал сбыт или через миллион других сайтов, но смысл такой, что Саша проверил и нашел патент пендинг. Вот, соответственно, если Fidget Cube запустился там в конце августа 20-х числа, то, соответственно, осталось достаточно недолго, потому что средняя регистрация патента сколько времени примерно происходит? Зависит, какой, но год, два. Вот, ну вот, соответственно, то есть времени, вот, лет осталось. А так как мы пока привезем, пока запустим, пока раскачаем, пока начнем зарабатывать, как обычно, ничего не будет. Вот, смысла нет. Потому что продавать уже понятно как, ничего там такого нет, надо сейчас понять, как зарабатывать. Вот, зарабатывать непонятно еще как. так что очень часто работает в ноль, качает много денег и сжирает огромное количество вот этих затрат на всякие там, не юристов даже, а именно ошибки, несостыковки, некачественная работа производителей, пересорты, брак и все вот это вот в этом роде. Это и морально убивает, просто, когда ты постоянно берешь тебя, то не хватает, то брак, то еще что-то, и материально убивает, потому что далеко не все компенсируется, и негативные отзывы сжирают еще больше времени на здоровье. Вот, хотел еще задать тебе вопрос, расскажи нам вот именно про вот этот момент, патент-пендинг. Можно как, потому что, я понимаю, у нас есть проверка, я понимаю, у нас есть регистрация. Что такое патент-пендинг? Я хочу вот людей напугать, шугануть, конкурентов, чтобы новые не прилепились хотя бы, и может быть даже старых, но может это мне будет минус, потому что те старые скажут, нифига себе у них патент-пендинг. Мы там номер поставим, естественно, все как положено. Они смогут нас обогнать, они скажут, мы его торгуем раньше. Вот, то есть, вот что мне сделать? Что такое патент-пендинг? Как вот обыграть вот это все, хотелось бы? Патент-пендинг, это означает патент в процессе рассмотрения. Допустим, он подал, был подан месяц назад, и регистрация прошла. Он будет, вся процедура будет длиться, допустим, год, 7-8 месяцев, потом остальные варианты, питаем год. Вот через год они получат положительное решение, расцениваем такой вариант. И вот в тот момент, когда они получают это положительное решение, они уже имеют право предъявлять свои требования. А те, кому они выслали письмо с предупреждением, они им еще и могут предъявить компенсацию материального ущерба с момента получения письма. Нет, мы сейчас не про жалобу. Вот я написал в листинге, у меня патент-пендинг. Очень часто мы говорим о чем? Насколько это правда? Потому что многие блефуют, обманывают и врут. Можно о них пожаловаться, можно нет. Но если ты поставишь номер, которым более-менее специалист может действительно его найти, ну, точнее... Легко. Вот, да, если по номеру его найти можно, что мне надо писать? Патент-пендинг с номером или без? Это мне будет плюс или минус? Вот, то есть первый момент... Я считаю, что плюс. Плюс, то есть без номера или с номером? То есть это с номером? С номером. Хорошо. Хорошо, то есть это серьезное намерение. Понял. Но, еще раз, не пойму я. Вот у меня, например, есть конкурент, я написал патент-пендинг, он увидел, офигел. И, например, да я еще, не дай бог, там начал месяц торговать, а он уже там торгует, грубо говоря, там три года. Скажет, нифига себе, красавец. Вот, на патент поставил мой товар, по большому счету, которым я торгую всю жизнь. Вот, он тоже суетиться начнет. Ну, пускай новизну, если мы возьмем, он торгует, например, девять месяцев, а я торгую, там, вот, первый месяц всего, или второй. И вот, у него еще время есть на патент новизны подать. Вот, как в этой ситуации лучше поступить человеку? Вообще не предупреждать, например, никого. Или писать. И что такое вот это вот, патент-пендинг? Что это мне дает? Может быть, просто блефовать? Я могу, например, подать на патент-пендинг? И вообще на нее не претендовать. Просто он у меня висит для красоты. Да, конечно. Забил на него вообще еще. Вы подаете и, грубо говоря, тормозите процент. Не имеете права даже подождать определенный период. И потом уже начинать на настоящее дело произойдет. А сколько можно ценить? С точки зрения логической, естественно, лучше подать изначально материалы, тем более, если у вас есть какая-то идея. И действительно предупреждать людей. Это как минимум вам плюс. А я так думаю, что клиенты, которые будут это видеть, еще больше будут ценить ваш товар. Так вот. Понятно. Ну, короче, вот так. Если кто понял, дальше идем. Я верно понимаю. Если наш конкурент зарегистрирован торговой маркой и продает на Амазоне больше одного года, то новизна пропадает и ему уже не забрендируют товар. Как искать патент по названию тех характеристикам? Листинг никакой. Название пять слов и четыре строчки коротких буллетов. Ну, это уже как бы специалист этим занимается. У них там есть, есть вот Уфта, например. Это не просто сайт, в который мы заходим, что-то забиваем, ничего найти не можем. А есть у кого-то платный доступ, например. Который за это, правильно говоря? То есть, который за это деньги платит. Тем мы отличаемся. Вот сейчас покупатель на Амазон зайдет, да он вообще не знает, что там можно посмотреть какие-то, что у нас там левые отзывы накручены, бестселлеранки. Там ему это вообще просто зачем? Это все дополнительное ухищрение для продавцов. Также и здесь вот у юристов есть свои ухищрения этим. Это и хлеб. Если бы это было все так просто, вообще зачем им платить? И когда люди спрашивают, зачем платить профессионалам, вопрос только качества. Просто профессионал тоже разного качества. А то, что если год, я так понимаю, то новизна пропадает. Ему уже не забрендируют. Правильно? Да. Идем дальше. Да, также Амазон начал продавать их товар. Это о чем говорит? Что они предоставили при шипменте адрес производитель. Теперь они... Стоп, секундочку. Не забрендируют, не запатентуют. Совсем другая история. Так, значит, если... Давай еще раз. Я верно понимаю, если наш конкурент с разрешенной торговой маркой продает на Амазоне больше одного года, то новизна пропадает, и ему уже не забрендируют. Что забрендируют? Не забрендируют, а именно не за... Он не сможет получить патент по новизне. Правильно? Да. С брендами есть. У него все. Ну, торговая марка есть, это и есть бренд. У него уже зарегистрирована торговая марка. Тут вопрос такой. То есть, если наш конкурент с зарегистрирован торговой маркой. То есть, он уже ответил на этот вопрос. Так. Амазон начал продавать их товар. Ну, если Амазон под собственной маркой продает, там, Амазон Basic, например, или какие-то другие у них, может, марки, то это одна история. Если Амазон продает sold by Amazon, то это другая история. Да, имейте в виду, что наш самый главный конкурент – это Амазон, они всегда все сливки снимают. Ну, вы бы вот сейчас знали, например, все участники группы, 8 тысяч человек, вы знали все товары, всю отчетность, все дела. Досконально. Не просто товары знали, как я многих товаров знаю, а именно вообще вот подноготно все. Плюс у них по-любому софт есть, который все вычисляет, выбирает удачных продавцов, кто как удачно попал, там, и так далее. И я думаю, я, например, не часто видел товары, которые торгует Амазон, там, на вторых строчках, на пятых, на десятых. В основном они все в топах. Так что у них априори, они играют на своей площадке. Это так же, как вы рекламу поставите у меня в группе, а моя реклама будет сверху стоять. Или я буду, там, каждый час выставлять свою рекламу, а вашу банят, например. Или деньги за нее, например, начнут убрать, или еще что-то. Так же и самое. Они играют на своей площадке, у них есть огромное преимущество. Крупные концерны, компании, они, естественно, делают достаточно просто. Они тупо все брендируют и патентуют. Именно Амазон, без разницы, просто. Амазон также боится любых судебных действий, потому что его и хвост, и в гриву. Это не у нас. У них там все-таки, я надеюсь, по крайней мере, есть какие-то законы через суд. Думаю, их нагнут без проблем. У них не просто какие-то законы, они их очень сильно уважают. И следят за ними. И Амазон из-за этого по многим моментам даже не вступает. Вот в эти раз, прям просто тупо банят всех, чтобы там сами, типа, разбираться. Вот. Так что просто надо патентовать и торговые марки регистрируют. Все. Средние компании химичат по-другому. Они что делают? Они скрывают, где они произвели товар. То есть, разными вариантами, разными хищрениями. Во-первых, можно просто, наверное, каким-то образом обмануть. Я не знаю, как они проверяют фирму там. Ну, откуда отправляют. Если с завода отправляют, то понятно. Если отправляют там с какой-то оптовой базы, там, я не знаю, от посредника или еще откуда-то, можно будет, наверное, что-то изменить. Но некоторые делают, например, на трех фабриках заказ. Потому что Амазон, что они, у них такие же есть люди, профессионалы, которые занимаются ресерчем. Это как вычислить, как делать просто нечем. Наши эти все товары. Заходим, и все как на листе бумаги. Все видать. И никаких там проблем не будет. И китайцы все растритзвонят, 10 раз расскажут. И все мы одними и теми же товарами торгуем. Если я вижу товар, какая разница, где он произведен? У Саши, у Паши или у Леши? Очень мало эксклюзивных каких-то заводов, которые делают одну вещь. Если она не запатентована. А это достаточно нечастое, я так понимаю, в Китае. Соответственно, он возьмет не вашего посвячка, а он логично. Чего его скрывать? Из-за этого об этом смысла говорить нет. Если вы делаете какой-то уникальный товар, его уже сложнее найти. То да, тогда надо искать нам. Но некоторые изощряются еще по-другому. То есть они делают запчасти в разных местах, потом их собирают. Или собирают в Канаде, в Америке, потом пишут еще и Made in America, например, или Канада. То есть разные ухищрения, разные по-разному двигаются. Но правильный путь – это исключительно патенты и торговые марки. Все, и без всяких вот этих вот извращенств, каких-то там хитрых вещей, потому что на Амазон даже голову не придет, там как-то нас обманывать. Торговая марка, ценность торговой марки – это когда мы деньги вложим. У Apple торговая марка стоит круто, а у какого-нибудь Opala она меньше стоит, а у какого-нибудь Pala она еще меньше стоит. И чем мы меньше вложим в рекламу, в этот товар и узнаваемость бренда, тем она стоит меньше. Соответственно, торговая марка нам больше нужна лично для нас, чтобы нас никто не подвинул. И что у нас, не дай бог, что-то получится, и нас реально опять скинут. То есть это для подстраховки, а не для того, что мы там выбрать, когда там Adidas какой-нибудь с Puma, когда они разошлись и сделали Adidas, он тоже не думал, что там сделает бренд Adidas такой известный. Его напарник ушел, сделал бренд Puma. И они так вот до сих пор и работают. Сколько этих брендов, никто не знает других. Вот, это то же самое. Так что нам до брендов очень далеко. Стоимость бренда, она стоит столько, сколько у нее вложили. А именно патент где-то зарегистрировал, себе в карман положил и все. И вы, соответственно, любому можете предъявить, и Амазону в том числе. Так что никаких проблем. Правильно я сказал? Да, единственное, что патентное изобретение тоже очень дорого стоит. Здесь нужно больше ориентироваться на торговые знаки и патентный дизайн. Вот. Так что так. Потому что по деньгам нам тоже надо иметь в виду, потому что мы являемся, ну, так сказать, некрупными заводами, проходами и так далее. Так, дальше. Да, да, да. Подсмотрел принцип работы промышленного станка. Хочу разработать прибор для домашнего использования с точно таким же принципом работы. Конструкция будет 100% моя. То есть уникальная. Как быть с патентной идеей? Идея и принцип работы может быть запатентована. Это вопрос. Здесь принцип, вы заказали его, вам его сделали в Китае. С точки зрения защиты, нужно сразу же делать патент в Китае и там, где вы его будете продавать. Получается два патента. Китай и США. Патент, серьезный патент на станок, на какое-то такое техническое устройство. Очень дорогое. То есть нужно мыслить категориями десятков тысяч долларов. То есть это 10, 20, 30, 40 тысяч долларов. Это по регистрации в США. В Китае точно цены не скажу. А более дешевый патент на идею? На что там более дешевый патент? На дизайн, на форму. На форму. Здесь нужно ориентироваться где-то на сумму в 2000 долларов. Где-то так. Понятно. В этом районе. Так что вот такие вот рассылки примерно. Вот, вот, вот так. По поводу вот этих FSNKU коды я уже сказал. То есть вам они не нужны. Вы, когда делаете бренд-регистры, вы его просто регистрируетесь без всего этого дела. Не станок, а бытовой прибор типа тостера. Да и любые изменения технические, так понимаю, будут стоить прилично. Ну, можно делать, скажем, тот же самый какой-то патент-пендинг. Но это тоже интересные затраты. Не факт, что это обладает каким-то смыслом с такими техническими устройствами. Да, это больше понт. Патент-пендинг, он нам просто закроет лишних конкурентов. Или, например, это в супер какой-то такой жесткой нише патент-пендинг. Ну, я не знаю, может быть, можно сделать патент-пендинг. Еще и у нас есть какая-то будет власть, чтобы мы взяли и забанили всех вообще конкурентов наших. Ну, не знаю. Такое вообще возможно. Вот мы патент-пендинг подали и пошли лежал к самому Азону. У нас вот есть подача на патент с вероятностью 80%. Будьте добры всех удалить. Они же не любят ни с кем судиться, а то вдруг мы на них пожарим. Вот это, конечно. Геродически, в принципе, в этой ситуации нужно было бы разбираться. Но я так думаю, что Азон просто-напросто не будет разбираться. Он просто возьмет, забанит всех, вышедет всем письма и попросит разобраться между собой. То есть, да, на практике, скорее всего, вы забаните всех. Вот так вот. Даже с патент-пендинг вы можете забанить. И там просто, если крутые конкуренты, они просто наймут адвокатов. И те адвокаты отобьются и также будут торговать. Но в любом случае... Да, есть нюанс, что вам тоже нужно будет нанимать адвокатов. Это обоюдная сторона. Так что вот такая вот история. Не, ну как нам? Ну, пришлют нам письма. А мы забили вообще на это дело. И что они? А что они нам сделают? Так вот, по-хорошему. Суд на нас подадут? У нас есть заявка на это. Мы вообще не при делах. Ну, пожаловались в Амазон, но это как бы он там все сделал. То есть, мы же не напрямую. Ну, короче, ладно. Это шутки в сторону. Будем тренироваться. Реально, реально. Будем тренироваться и будем рассказывать, как это получится. Если у кого-то получится помимо, будем надеяться, что с нами поотделятся. Вот. По поводу кодов я рассказал. Потому что при регистрации бренд-регистрии ФСНКЮ коды не нужны. Вот. А если вы хотите наклеить их, просто нанести как на дезодорант. Там как-то вот это вот уже именно единым текстом, так скажем, без наклейок, а именно этим. Но это уже потом, когда будет разрабатываться упаковку. Вот. Бренд-регистрии, потому что делается без всего, без товара, без всего. Можно сделать, нарисовать его там. Если умеете, такие есть наши. Так что. Вроде не проблема, многие говорят. Так, еще есть вопросы, предложения, претензии? Или мы спать пойдем? Видимо, видимо. Ждем еще минутку. Ииии по домам. Ну, а что, затягивайся. Смысл? Ну да, конечно. Да, в любом случае, думаю, что интересовало. Так, буст. Буст. Про буст, ну, как говорится, около 10-2 недель Amazon дает нам преимущество новому товару. Абсолютно новому. Вот. И за это у нас есть две недели, которые мы должны очень аккуратно использовать. Ну, точнее, как эффективно использовать. Вот. Я считаю, может быть, устарела эта информация. Но, считаю, когда вы делаете листинг перед шипментом, делаете листинг без ключей, без ферстерма, без кейворда, без всего. Сделаете прям с минимальным количеством ключевых фраз. Можете там с левой фотографией, там, неважно. И вставлять, чтобы у нас, так скажем, буст количество времени было максимальное, вставлять листинг, кейворды и все остальное в тот момент, когда вы запускаете товар на Амазоне на продажу уже. То есть, у вас уже все остатки встали, ну, или там, основная часть, и вы уже готовы делать раздачи, делать продажи, там, и все остальное. Это, мне кажется, когда спрашивают, с какого момента буст начинается. Я не знаю. Да, я думаю, никто не знает. Не знаю, как Амазон знает или не знает. Но, в любом случае, я не слышал ни разу об этом разговоре. Вот. Что, какие цифры. Из-за этого гола нечего забивать, надо просто подстраховаться. Если у нас нигде не видно нашего товара в плане ключей, кейвордов и всего остального, соответственно, велика вероятность, что вы запуститесь в тот момент, когда вы начнете выставлять листинги. Такие именно расширенные. Вот, в принципе, это максимально правильный буст. Вот. А там уже, ну, у вас должен быть в этот момент уже готовый листинг. Он уже должен быть отточенный, готовый, вы должны над ним думать. То есть, то, что постоянно изменяешь, изменяешь, если у тебя там один товар, ты над ним работаешь. Вот. И за это надо об этом задумываться. Заведомо. Отличные фотографии, отличная цена входа. То есть, вы должны обращать на все эти вещи внимание. Чтобы было все это интересно. Вот. И ценовое предложение должно быть правильное, потому что вы должны понимать, что у вас меньше отзывов, у вас менее оптимизированный листинг, как бы ни было. Невозможно сразу попасть. Ну, если только какая-то удача. Вот и все. Вот. После этого уже стратегия продвижения торговли товара совершенно разная. У меня она заключается в том, что я делаю раздачи по определенным ключам, которые для себя определил, листинг затащил под эти же ключи. Причем я затачиваю в первую очередь листинг под высокочастотники, а продвигаю по низкочастотникам. После этого смотрю результаты, анализирую, делаю выводы. После этого я запускаю индусов по низкочастотникам, или 6 плюс 1, или 12 низкочастотников. После этого я беру абонентку, если надо, или не беру. После этого запускаю PayperClick. Это где-то уже третий, четвертый поставок. Вот, в принципе, моя тактика продвижения, ничего из такого нет. Я PayperClick не использую для продвижения, а использую вот эти механизмы. Можно PayperClick использовать. Кому как нравится? Мне не нравится, потому что я его не могу контролировать. Но PayperClick очень сильный хороший инструмент для увеличения продаж, для поиска ключевых раз. Так что я лучше просто туда буду деньги валивать, когда у меня же товар будет там... Во-первых, я понимаю, зачем я валиваю, потому что я с этим товаром хочу связаться, так скажем, надолго. Соответственно, я буду вкладывать в автоматическую рекламу, понимать, ключи искать. Вот, и во-вторых, за счет этих, ну, имеет дополнительные продажи. И надеюсь, вот за эти 2-3 поставки, когда у меня уже были, я уже лисинг отточу уже до того состояния, когда люди будут к нему лояльно относиться. Так, тут еще несколько вопросов. Ну, вот что хотел, рассказал про Boost, думаю. Патентный дизайн текстильного изделия, расскажите, пожалуйста. Есть такое? Ну, как говорится, я уже в общих чертах рассказал. Все это, все это очень индивидуально. То есть, патентный дизайн – это просто-напросто форма. Если вы думаете, что вы придумали, к примеру, новую форму перчаток для рук, то вы, скорее всего, чуть-чуть ошибаетесь. Нужно что-то придумать, какие-то новые нюансы и проверить, в первую очередь, базу. Патентный дизайн – это довольно-таки сложный объект, который нужно проверять, и он поэтому так дорого и стоит. Если торговые знаки дорого стоят, то патентный дизайн – ничего сложнее. То есть, каждая ситуация, на самом деле, разбирается по отдельности. То есть, должны быть, в первую очередь, чертежи, рисунки, фотографии вообще было бы оптимально. И от этого уже нужно отталкиваться. От этого делают поиски. По результатам поиска можно сказать, есть ли положительная вероятность. Да, есть несколько вероятных – 78% регистрации, либо сразу же полный отказ. Только так. Так, мы забыли очень важный вопрос. Есть способ борьбы против бана Амазона за патент-дизайн. И еще момент. Как обойти вот эти запреты на патенты? Например, кто-то торгует товаром, и мы точно знаем, что он на патенте, то есть, с патентом или патент-пендинг. Каких достаточно, то есть, вот, по поводу бана, против бана Амазона, я так понимаю, вот как его обойти? То есть, я понимаю смысл вопроса именно в этом. То есть, не борьбы против бана, а именно как обойти? То есть, вот, ну и смотрим, классно товар продается, но вообще врага. То есть, насколько мне надо сильно изменить товар, чтобы я мог этим товаром торговать? Я понял вопрос. Если есть реальный патент, есть его номер, нужно его проанализировать и найти какие-то новые свойства, добавить какую-то примочку, чтобы это было уже новым товаром. Может быть, без патента, но он все равно будет уже новым. Его нельзя будет банить, блокировать. В принципе, достаточно емкий ответ. То есть, по патентам определяется, что можно добавить нового. И заказывается у китайцев, насколько я понимаю. Да, это уже кастомизация будет называться. Следующий вопрос, если многом. Вот это вот как раз, я только что рассказывал про Fidget Cube. Зайдите и посмотрите. Огромное количество людей торгует. Огромное количество торговало людей ножами для арбузов, биванами, вот этим там, резак там или как они называются. Вот. Это все товары с кикстартера, как я понимаю. И постепенно подтягиваются патенты. И там торгуют сотни людей. Тысячи, я не знаю. И просто ик рано или поздно забанят и все. Тут вот расчетки для бороды в январе забанил. Только в нашей группе человек 15 собралось с этими расческами. Вот. Так что совершенно не показатель, если огромное количество людей торгует товарами. Особенно какими-нибудь трендовыми товарами с бешеными продажами, там, с бешеной популярностью. Вот. Может быть такая ситуация, что просто патент еще не зарегистрирован. Он находится в регистрации. В процессе регистрации. То есть пендинг. В ожидании. Вот. А может быть, что он зарегистрирован в другой стране и он сплывет через полгода в США с датой другой страны. За год. Так что вопрос. И появится буквально. Нет. Просто люди многие недопонимают. То есть у нас какой раньше был принцип. Именно мы смотрим, какие косвенные факторы на то, что есть патент. Ну, заходим там, вот как у меня, например, с этим майнтоваром. То есть, ну, всего там 1-2 человека торгуют. А лучше 1. Ну, это явный сигнал такой. Вообще огромный колокол бьет, что здесь делать нечего. У нас же раньше не было, у нас просто не было возможности проверять. Мы не проверяли патент и забыли об этом. Ни патент, ни торговый. Потому что не было возможности. Сейчас она появилась. Вот и все. Из-за этого очень многие, и я тоже самое говорил. То есть, как мы смотрим. Мы огляделись, посмотрелись в нишу, вникли в нее и посмотрели, есть ли аналоги. Если аналогов нет, ну, считай, лучше не связываться. А сейчас можно на 100%. Ну, там, свою вероятность на тот момент проверки. 100% будет на момент проверки, я так понимаю. Правильно? Даже не 100%. Где-то 90-95. 100% не бывает. Да, все хорошо. Абсолютного нуля там и так далее. Я понял. Вот. Вот и все. Из-за этого проверять не надо дуть на воду, например. Надо понимать другим путем идти. Не количеством продавцов, а насколько товар известен. Например, нож. Его, ну, как его запатентовать? Если он с какими-то там наворотами, но это, если это поварской нож, там, шеф-повара, там, я не знаю, или нож для рыбы, понятно, что у него не будет патента. Чего его там, или вилка какая-нибудь. Ну, если, там, я не знаю, штопор какой-нибудь с, там, давлением, который на кнопку нажал, и он там сразу вытаскивает пробку и так далее. Вот. То есть в обычном штопоре не будет, по-любому, там, скорее всего, боязни, патента. А вот какой-нибудь технический, правильно, штопор, который там куча всяких там наворотов. Вот как раз там есть большая вероятность, что или сейчас, или в будущем будет с этим проблема. То есть вот так. То есть взяли штопор просто, его изменили до неузнаваемости. Он, может быть, механическим интересным, механика какая-то. Или вот там, сейчас вот новые вот эти штопоры пошли, там, нажал, там, он там раз тебе все вытащил. Меня забанили за патент по дизайну. И пока не могу разбаниться. Причем, Амазон мне запретил продавать и в Канаде. Хочу разбаниться. Может, есть способ? Ну, да, я думаю, вам лучше с Александром общаться и по товару надо смотреть. Это не разговор вот такого чата, мне кажется. Правильно, Саша? Да. Да, то есть обращайтесь. Вот Александр, он сейчас кинет свои данные. Или обращайтесь ко мне, я дам его данные. То есть никаких проблем нет. Как удобно. Так, если патент одержатель разрешит мне продавать товар, у меня проблем не будет. Но документы должны быть, так, внимание. Ну, очень интересный вопрос. Вот, кстати, очень правильно вовремя задали. Не только патент обладатель, но еще и обладатель торгового знака. Когда вы его знаете, вы всегда можете с ним договориться. Допустим, может быть торговый знак на 10 товаров. Там, нож, вилка, тарелка. У него торговый знак на эти три предмета. А у вас только нож. И нож его не интересует. Вы можете с обладателем торгового знака договориться, чтобы он вам разрешил. Это раз. Второй вариант. Вы всегда можете договориться с патент обладателем или с обладателем торгового знака об лицензии. То есть, даже если вас забанили, вы можете договориться с ним за какой-то откат разрешения на продажу последней партии. Это раз. Также вы можете договориться с ним напрямую, чтобы он вам сам направлял этот товар. Раз этот товар продается, почему вам сразу же не договориться с владельцем? Да бывает, мы не знаем. Правда? Реально. То есть, это обычная практика, нормальная практика ведения бизнеса. Человек является владельцем торгового знака. Он распределяет этот товар. Он распределяет его поставщикам. Иногда поставщики даже сами не знают, что они торгуют брендованным товаром. И когда владелец бренда считает, что кто-то переступает его права, он начинает, скажем так, поднимать волну для того, чтобы все мелкие продавцы пришли к нему и начали покупать у него, у хозяина. Это не так уж и сложно. То есть, в Европе очень часто такое понятие. На примере был недавний случай. Электронные сигареты завозили в одной из стран Европы. Китайский бренд, даже никакого ребрендинга, очень известный китайский бренд, так и продавали. И люди вышли на очень хорошие продажи и решили зарегистрировать китайский бренд в Европу, чтобы заблокировать рынок, чтобы торговать только самим. У них были конкуренты, которые воспротивились регистрации бренда. На что мои клиенты обратились напрямую к китайцам и договорились с ними, что они будут покупать у них товар, допустим, на 20 тысяч долларов в какой-то период, в квартал. И они являются эксклюзивными поставщиками в эту страну. И уже те местные конкуренты, мелкие, уже покупают у них. То есть, они покупают у китайцев, все остальные в этой стране должны покупать у них. Понятно. То есть, в принципе, всегда можно как-то договориться. И когда вы знаете действительно право обладателя того же бренда или патента, можно к ним напрямую обращаться и решать вопросы. Все ясно. Денис, у нас там еще много вопросов. Время позднее у меня. Да. Ну все, я думаю, на сегодня достаточно. Полтора часа отработали. И так, вышка, крыш, уже все спят. Я думаю, было много полезной информации по патентам. Мы эту тему как бы будем развивать. Потому что, еще раз говорю, у нас этого просто в принципе не было вообще. Потому что это очень реально нужная вещь. Очень реально. Я очень долго искал. У меня еще осталось найти специалиста по сертификации. В Америке по воду, ввозу грузов официально, кто мне эти проблемы будет решать. То есть, там жидкости, порошки, там всякое. Потому что на данный момент, кроме форвардов, которые говорят, все окей, все будет хорошо, больше информации нет. Что такое FDA, что такое MCDC там. И что, как с этим работать. Как с батарейками работать. Ну, то есть, много-много недосказанностей, много всяких вопросов до сих пор остается. Но, думаю, найдем и таких специалистов, которые специализируются на этом. И будут нам также помогать за разумные деньги. Вот. И за то, чтобы мы могли действительно с минимальными рисками работать. Потому что вкладываем деньги, а непонятно, куда они уходят. Очень часто они уходят в трубу. Саша, скинь тогда свои реквизиты, там, в Facebook или в Skype. Да, в Skype. Facebook. Нет, ты сюда скинь, вот в комментарии под этот самый. Да, прямо в Skype сейчас кидаем. Да, в Skype прямо кидаем, самое, то есть, свои данные. Вот. В любом случае, обращайтесь. В принципе, больше, думаю, сказать тут уже нечего. Всем удачи, всем спасибо, кто был за вопросы особенно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok